сейчас дорогие друзья хочу показать каким способом мы поднимаем черепицу цементно-песчаную потому что она довольно таки тяжелая на крышу каким образом вот у нас есть лебедка лестница лебедка юра ты куда полез а ну давай по ней кстати можно и на крышу забирать вот здесь электродвигатель лебедка и давайте ребят покажем как мы поднимаем черепицу может она поднимать до 200 килограмм и заметно ускоряет процесс то есть представляете тут вручную поднимать надо было а сейчас все поехало у меня сегодня целый день я лазю по крыше уже на втором объекте вот я залезу наверх вот так она устраивается здесь у него есть колено и она заезжает прямо на крышу давайте ребят разрушать очень удобная вещь и вот это пространство мы закидали за сколько за полтора дня на это пространство мы сегодня скидали этот скат за сегодня но тут посложнее так что технологии заметно увеличивает производительность труда вот и дома давай принимать хочу сказать что ребят очень довольны я и мои монтажники дал я очень доволен этой черепицы работаю с ней первый раз это а телекаты та же структура что у балтик тайл убраться но по сравнению с балтик тайл она намного крепче и лучше садиться в свои посадочные места вот в эти желобки кстати видите производитель вот здесь каким-то специальным силиконом мягким она легко снимается вот но это убирает вибрацию да вот стук при транспортировке это уменьшает про количество боя при транспортировке и боя вот этой черепицы значительно меньше видите она все усеяна вот этим вот силикончиком который смягчает между собой плитку запомните а телекаты первый раз монтажом занимаемся вот именно а телекаты но это она и то есть структура технология одна и та же но именно хочу сказать про сам материал я остался доволен честно говоря лучше чем балтик лучше по монтажу и по качеству я приехал с инспекцией проверить утепление сейчас вот ребята устраивают здесь монтаж ендов видите ендовый как крепится на кремера не на самореза на гвозди сюда а именно креме ручки вот в этих местах и поролоновая расширяющийся уплотнитель псу он приклеивается и потом принимают форму структуру черепицы здесь еще будет снего сдержания вот это вот широкая доска забита здесь будет крюк за не укрепиться с него сдержание мы может вам покажем сегодня если успеем и ребята сделали на края широкую доску потому что будет загибаться крюки сюда водосточной системы ну чтобы более массивный был крепеж но фишка я уже в своих видео по монтажу черепицы керамической цивенопечатная уже рассказывал что самую важная вещь монтажей черепицы это размер обрешетки мастер должен рассчитать как таким образом чтобы именно по мере карниза до конька и рассчитать математический шаг обрешетки чтобы последняя идеально приходила вот цеплялась своим зубчиком сейчас вам покажу вот в этом месте ведь которые нами иначе если вы будете по одинаковому размеру 35 делать у вас получится черепица придет вот таким образом и она будет резать я видел деятелей там из сверлят перфоратором это потому что не знают а по не по незнанию если вы точно размерите шахстан штах обрешетки она вас ляжет без одного пила и будет четко выглядеть сейчас мы покажем вам как укладывается черепица там мусор не мусор лёша тезка передай привет привет всем жене и детям и любовниц да и любовницы мне передали вот дело мастера боится а монтаж если в принципе все четко размерено происходит довольно таки быстро правильно дим может монтироваться и потом выйдет у вас лишний кусочек это тоже можно рассчитать имейте виду здесь есть зазор черепица гуляет три сантиметра не три сантиметра пардон три миллиметра в этих пазе и на десяти метрах можно сыграть 10 сантиметров либо сдвинуть все на 10 сантиметров либо выдвинуть поэтому у нас как правило реза не получается с карниза ну если только на коротких маленьких участках ну нормально воздушная прослойка кто знает что такое это крепление конькового бруса это сюда вкладывается брусок для коньковой черепицы вот так выглядеть это крепится это крепится потом сюда вставляется брусок и тоже крепится с торца и уже потом поэтому бруску тоже клеомера и уже коньковая черепица и между ряди через 60 70 сантиметров вот это крепление бруска пришел состав конечной остановки вот так дорогие друзья мы подводим видите как дымоход все стыки проклеены гидроизоляция обязательно проклеивается вон эркер еще надо будет крыть дим ты почему без страховки и скользко не скользко лишу премии без страховки лишу премии ты журнале если расписался то это не значит что с тебя не спу спрашивать нам подписчики он постоянно пишут что нарушение техники безопасности на ваших объектах по крыше как пешком вот я слез на нашу лестницу подъемник видите как стоит чтобы показать вам вот проб в родах карнизный капельник капельный конденсат здесь будем нашу сеточку ставить еще будет карнизные крюки водосточку вам вешать так сейчас пойду посмотрю вовнутрь качество пароизоляции утепления вот еще будем устанавливать по краю элемент свеса вот этот как раз на эту часть и приподнимет черепицу правильно не надо увеличивать брусок как по технологии там металла черепица вот эта часть или в народе называют это еще ресничка за такой вид это вот это называется примыкание это дымоходы бума отделывать защитную пленку с девается здесь и битумный напыление примыкает приклеивается принимают форму черепицы все это вот наша лента пвх нас вес для вентиляционного чаще вам показать а это аэроэлемент конька до хребтов коньков этого крюки для водосточки так пойдем наверх ну вот пароизоляция дельта рефлекс плюс нет это не плюс мы проклеивали стыки вот хотя хотели купить плюс но с самоклеющейся но в наличии не было дефицит был на складе там мы уже опаздывали по срокам ну взяли мы обычную но проклеивали специальным скотчем стыки просто сверху ну вот дима сдает работу промежуток работы тебе дима не стыдно за свою работу диме не стыдно за работу нормально стандарты ничего нового все как в книге ну да проклейки к стенам на мультибанд решили потом оставить на потом потому что сейчас кирпич сыроватый сейчас поклеим трудно быстро делать но потом отклеить когда отделку будет делать лучше кирпич будет сухой уже приклеить хорошо а здесь у него видишь темно то это комната темно это или чулан или что у него здесь у него будет да ванна ванна санузел ну да вообще мансардная кнопка наверху сделать ну хотя у него есть окошко ну так тут слова то пойдет нормально ну что дорогие друзья картина да как два глаза и рот дом кушает доски ну вот закончил я обзор сейчас приехал на контрольную точку проверить качество утепления и монтажа черепицы на свой объект ранее уже публиковал одно видео как принимал монтаж стропил надеюсь видео было интересно для вас познавательно следите как ведутся работы в нашей компании стараемся вместе с вами мы улучшаем производство своих работ честно скажу много я прислушиваюсь в качестве каких-то нюансов именно эстетики конечно те техники безопасности прислушиваемся к нашим подписчикам и ваши советы играют роль мы на них обращаем внимание а как же обратная связь должна обязательно быть и так с вами был мороз алексей компания кров монтаж до новых встреч пока